Добрый день, господин Левер. Снова поступили актуальные вопросы Винсполщан. И некто жительница спрашивает. Спасибо за благоустроенные площадки в городе. Была бы благодарна, если бы кто-то заглянул и на тренажерные площадки в саду Рентя. Хотелось бы, чтобы их улучшили. Там планируется замена. Они довольно, когда они были установлены, уже прилично. Так что мы сейчас заменили Юрмала, парк Юрмали. Там был самый старый, там сейчас его заменили. И так идем по порядку. Те, кто были поставлены лет 15 или 10 лет назад, всем будут заменяться. Потому что в то время не было еще стандартов, а сейчас уже стандарты есть. Лаурис пишет. Я рыбак. И иногда езжу на разные соревнования по рыбной ловле, чтобы проверить свои навыки среди конкурентов. Я побывал в Кулдиге на мероприятии «Летает рыба». И вот тебе практически не единая летающая рыба. А как у вас идут дела с рыбалкой в этом году? Вимбу ловите? Да. Ну, я был тоже. Я на самом празднике не был. На второй день я был в Кулдиге. Просто хорошая погода была. И так по пути заехали. Ну, те устраивали праздник. Летит рыба. Но эта рыба, это называется вимба. И вимба не летит тогда, когда кто-то запланировал мероприятие. Она идет тогда, когда соответствующие климатические условия. В этом году лед ушел рано. Температура воды, соответственно, поменялась. И, главное, поменялась и сила течения. Сейчас водопад, вода, объем воды через водопад, который проходит Кулдиге, слишком маленькая. Чтобы рыба могла в этой струе подняться вверх. Она сразу падает с таким. Она не должна идти как бы вертикально почти вниз. Рыба так не может подняться. Она может подняться под определенный угол только. Так что эти воды давно прошли, большие уровни воды венте низкие. И где организовали этот праздник, Лидова летит рыба, их надо было организовать месяц назад. Месяц, даже больше. Тогда, да, тогда рыба очень шла. Так что организаторы мероприятия Кулдиге на вы с рыбой и повадками. Лаври спрашивает вы сами. Да, я на Вимбу, между прочим, в этом году не был. Потому что, когда Вимба шла, была такая противная погода. И ветер, и холодно, я думал. И там довольно пассивная эта рыбалка. Да, ну, забросил две там удочки, сидишь, и когда там дернет. Ну, правда, надо через каждые полчаса вынимать, потому что, когда сильное течение несет траву, и она сносит грунтовые эти, грунт, они там, донки, донки сносит, да. Вот. И первое мае, вот было сейчас открытие сезона на Шчуку. Надо сказать, что клевало плохо. Мы были троем. Ну, я там такой рыбак. Вот там был один очень такой серьезный рыбак. Вот. И, ну, мой старший сын нас обыграл. Ну, вот, так что... Ну, очень резко менялось. С большого давления падало давление. Поменялось направление ветра. Такое сильное... И было очень светло. Кое-кто чего-то, конечно, на дурь поймали, но так, чтобы ловилось. Вот. На пузо, например, я был. Ну, такого сказать никто не может. Зента пишет. Видела, что на променаде по улице Остас уже установлен новый киоск. Киоски эти будут работать весь день или только на выходных, и будут предусмотрены больше для туристов? Нет, значит, там один киоск, это касса. Тот будет работать каждый день. Соответственно, эти, сколько там, шесть этих киосков для торговли, они сдаются в аренду. И когда они будут работать, принимает решение арендатор, торговец. Не наше это дело. Ну, я думаю, каждый день, а как иначе? Я так думаю это, я не знаю просто. Саня пишет. Прошла, что на площади Лелайс будут новые детские элементы, а коровок перенесут в другое место. Куда? Моей крестной дочке они очень нравятся. Да, мне они тоже очень нравятся, но по мнению архитекторов, категорическому мнению архитекторов, они по стилю там не подходят. Они там были установлены, не было еще большого фонтана, не говоря уже о концертном зале Латвии. И они очень наивны такие, да, такие, ну, плюшистые, да. А остальное, оно не идет по стилю абсолютно. Потому их демонтируют, но их не уничтожают. Мы смотрим, где бы можно было бы их установить. Ну, и они будут где-то внутриквартально будут установлены. Там, где, ну, большое, большое скопление народу, вот там не будут установлены. А Лилайславкумс, там будут такие батуты прямо на уровне земли. Один такой в детском городке есть, вот такого типа, там будет несколько, все. То есть по виду вы как бы не сможете даже увидеть. Такое требование архитектора, и на таких мнений прислушиваться. Артур спишет, самоуправление Саарема решило начать беседы с Венсплсом о открытии паромного сообщения между латвийским портовым городом и эстонским островом, сообщает эстонская общественная СМИ. Венсплс будет сотрудничать с эстонцами и откроет ли паромную линию на Саарема из Венсплса? И когда примерно? Ну, до 2008 года было паромное сообщение, уже было. И довольно успешно. Мы их сотрудничали, мы давали им скидки на портовые сборы. И сейчас мы имеем контакт, отвечает за это мой зам. И в рамках разумного мы будем идти навстречу. Портовые сборы мы точно там скидки сделаем, это несомненно. Ну, но мы было... Сколько было лет? Четыре назад или пять были деньги Евросоюза. Еще латы были. 1,3 миллиона на три года дотации для такой линии. Венсплс Саарема, чтобы открыть. И не было ни одного оператора, который бы этот подарок хотел бы взять. Так что бизнеса там нет. И датировать мы своего бюджета не будем, это точно. Саарема, по-моему, это больше нужно, чем нам. Но сотрудничать мы будем обязательно, потому что это плюс, не минус. И я считаю, с Готландом было бы хорошо. Тогда мы как раз рассматривали, ну тогда, как делал тот проект, пятилетний, по-моему, давности-давно, примерно. Что Саарема, Готланд, Венсплс. Вот такой. Вот, было бы неплохо, правильно? Да. Готланд, это там очень, ну, очень сильно развит туризм. Да, на острове. Кристоф спрашивает, почему бы новый бассейн не построить, например, в Парвинтии? И какова посещаемость нынешнего бассейна? Ну, посещаемость, ну как, вот сходите, когда есть тренировочные часы, например. Там же 4 по 25 метров, там в одной дорожке человек 15, там негде, где плавать. И этот, ну он нужен, конечно, Венсплс, он современный плавательный бассейн. Этот же, этот, в принципе, это у школы, он не городской бассейн, он школьный бассейн, когда-то был таким построен. Вот. Но мы закончим технический проект плавательного бассейна с рехабилитацией. Вот. Посмотрим, что нам, я думаю, так, подход. Что нам даст, возможно, закупка, какую цену. Ну и потом посмотрим, как его профинансировать. Теперешнее правительство, я думаю, нам поддержки не даст. Вот. Ну, это не значит, что мы не можем этот такой проект претворить в жизнь. Но пока технический проект разрабатывается, мы его финансируем. А пармити неразумно сделать. Там значительно меньше народа живет, значительно меньше. Там нет, но он должен быть как составная часть Олимпийского центра по другим видам спорта. Потому что, если вы занимаетесь плаванием, то вы можете прийти сделать аэробику, тренажеры сходить, побегать и потом идти плавать. То есть, это должно быть в едином комплексе. Так что, его место, где оно выбрано, оно выбрано правильно. Вы долго над этим работали. Это разумно, и я готов защищать это место. И в заключении Инта пишет, 4 мая, государственный праздничный день. Как вы относитесь к этой праздничной дате? Ну, я был сам, голосовал за независимость Латвии. Потому что я считал, что в этом бардаке Советского Союза там нечего делать. Нам надо самим решать свою судьбу. И что мы, небольшое государство, находясь в таком выгодном месте. Это место, которое нам всегда давало проблемы. Всегда нас втягивало войны. Начиная там с крестоносцев и шведов, и датчан, и, конечно, немцев, да. И Наполеон тут даже пришел, да. Чтобы мы, используя разумно наше выгодное героическое положение, что мы можем хорошо жить. Правда, жизнь показала, что мы не во всем умеем сами хозяйничать. Но я считаю, решение почти 30-летней давности, я считаю, оно было правильное. Правильное. Я бы не хотел жить в сегодняшней России. Вот. Ну, всегда желаю человеку, чтобы было еще лучше и так. Но поскольку я в этом прямо участвовал, для меня это эмоциональные, личные. Конечно, обидно бывает, да, там, за многие вопросы. Вот. И тут... Ну, для меня это праздник, конечно. С праздником. С праздником. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok